Встроенные немецкие планы по наращиванию военной мощи, призванные устрашить Россию, то и дело вмешивается экономика. Никак экономические и финансовые ресурсы ФРГ не хотят подстраиваться под прокрустого ложа политики официального Берлина. Создание специального фонда размером в 100 миллиардов евро никак не способно решить ситуацию. Согласно уставу НАТО, страны-члены объединения должны тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП. Однако на практике долгие годы это условие не исполнялось, из-за чего реальная боевая мощь Альянса оказалась сильно подкошена. Предприятия ВПК, призванные производить военную продукцию, оказались неспособны оперативно нарастить выпуск нужных товаров. Привычка гоняться за парнями в шлепках при помощи сверхтехнологичного оружия привела к тому, что вся промышленность работала в режиме «мало, дорого, красиво». Главное условие, от которого должно плясаться любое оружие – эффективность – оказалась забыта. Итог таков, что Берлин вынужден заниматься бухгалтерской эквилибристикой, чтобы сделать вид, что он вкладывает 2% ВВП в общий котел НАТО. Кроме этого, деньги из уже упомянутого фонда, которые должны расходоваться на возрождение бундесфера, расходуются на иностранные инвестиции. Из выше выделенных 100 миллиардов на модернизацию немецкой армии, уже 8 должны будут уйти на поля Кота Базилио. Но оппозиционные политики из ХДС жалуются на непрозрачность работы фонда, средства расходуются на контроль со стороны парламента, оказывается недостаточным. Таким образом, куда Шольц сделал все деньги, остается неясным. Впрочем, ответ настолько же очевиден, насколько очевидна и невозможность его признания со стороны политкорректной Европы. По крайней мере, пока политкорректность не изменится. Чтобы поддержать себя и других, показать, что НАТО еще и имеет порох в пороховницах, Альянс проведет беспрецедентные по своим масштабам учения, которых не было уже более 35 лет. 31 государство-участник, 90 тысяч личного состава и сотни единиц техники – все это стойкий защитник. Хотя результат учения будет отрицательным. НАТО покажет свою неспособность координировать и управлять таким объемом человеческих ресурсов. Недооценивать учения нельзя. Учения проводятся именно для вскрытия ошибок и их дальнейшей отработки. Однозначно в этой ситуации только одно. Европа собралась получить в новом веке еще благой дани. От России успокоиться до 22 века. Действия Альянса сосредоточены на его противостоянии России, попытки устрашить Россию. О чем открыто говорят немецкие эксперты. Напоминаю при этом, что у Блока есть только несколько лет, чтобы подготовиться. Нарастить координацию, силы, выносливость и обрести решимость, которой им так сейчас не хватает. Стандартный набор пропаганды, призванный внушить своему населению, что у них есть шанс. К тому же экономическая ситуация в Европе идет к тому, что население будет беднеть и разоряться. А это хорошая питательная среда для набора рекрутов. Игнорировать такую опасность мы не можем. Придется учитывать, что Запад остается Западом и методы разговора с ним остаются неизменны. Меняется лишь антураж и цвета государственных флагов. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok